здравия дорогие друзья намастэ начинаем прямой эфир и как всегда сегодня суббота и я обещаю его с храма так просто попадается что я попадаюсь в этом храме после тренировки я здесь нахожусь и тема которую я заявил как стать волшебником как узнать свое будущее как узнать свое будущее не будучи волшебником и это простой вопрос который поможет вам узнать свое будущее свое ближайшее будущее не имея способности волшебника хотите узнать если хотите узнать друзья поставьте пожалуйста лайки скажите откуда вы находитесь или все люди сегодня также отдыхают и занимается духовным посвятением итак вопрос как узнать свое свое будущее не будучи волшебником вопрос очень простой и в то же время непонятно как многие из нас не понимали где находить ответы своего будущего и как мы знаем все наше будущее находится нашем детстве наше будущее находится нашем детстве не нужно далеко ходить и И для того, чтобы узнать, как будет строиться ваша жизнь, какие будут у вас семейные отношения, достаточно просто посмотреть в детство, ваше детство, ваше ближайшее окружение. И если вы задумаетесь и вспомните своих близких, знакомых, свою родню даже, то вы увидите общность судеб и развитие событий, как они развивались у ваших предков, у вашей бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, ваших родителей. И если вы уже взрослый, то у вас наверняка также развиваются события по похожему сценарию, конечно же, плюс ваша собственная карма, которая отягощается, либо облегчает наши кармические задачи. Но идея та же самая, друзья, та же самая. То есть те задачи, которые стояли у наших предков, мы продолжаем с ними работать. Мы продолжаем с ними работать. И как вы думаете, почему мы продолжаем с ними работать? Потому что мы с одного рода, потому что вот это такая кармическая большая задача, которую наши предки не выполнили, и сейчас упало на наши плечи, мы тоже должны это выполнять? Как вы думаете? Ну, по сути дела, да. Если я член рода, значит, я должен выполнять задачи рода. Но, друзья, здесь несколько по-другому происходит. Да, есть кармическая задача рода, также они носят свой отпечаток. Но индивидуальная карма каждого – это его ответственность. У нас каждого есть своя индивидуальная карма. Вы знаете, своя жизненная задача, другими словами, которые мы должны выполнить, и за нее отвечаем мы и только мы. Так вот, не странно ли происходит, что, смотрите, если ваша бабушка, дедушка, ваши родители, ваш брат или сестра повторяют семейную карму, повторяют жизнь такую же, как... Я в основном сейчас буду акцентироваться на семейных отношениях, потому что, знаете, это моя тема. И они повторяют тот же путь, который был у наших предков, у наших родителей, у наших бабушек и дедушек. Не странно ли это? Учитывая то, что у каждого свои особенности, у нас есть только разные. Но почему мы повторяем события, развитие отношений, как развиваются отношения? Ну, а если отношения развиваются в семье одинаково, похожим сценарием, то, наверное, же так же и развиваются события и в других направлениях нашей жизни, да? Как интересно, я как будто в рамочке вот. Окей, нашел место, где нет ветра и нет солнца. Так вот, друзья, все же очень просто объясняется, как вы понимаете, в чем точка-то? Простая. По моим наблюдениям, все происходит очень просто. Вот те задачи, тот образ жизни, который проживают наши предки, во-первых, мы его с молоком матери, мы впитываем тот образ жизни, тот стиль жизни, то, как решаются те или иные задачи с детства. Мы решаем это с детства, впитываем это на подсознание, и когда наступает наша серьезная жизнь, естественно, мы так же продолжаем шатить о задаче. Верно? Конечно, верно, это все очень просто. Ничего особенного в этом нет. И эта цепочка повторяется снова и снова и снова, можем сказать так, колея, рельсы из поколения в поколение, потому что мы неосознанно живем. Мы просто перепрописываем программу, получили от родителей, передаем нашим детям, сами перепроживаем, передаем нашим детям, дети передают своим детям и так далее она идет. Почему? Потому что все идет неосознанно. Так как же остановить эту карму? Ответ уже очевиден. Чтобы ее остановить, нужно просто стать осознанным. Надо стать осознанным, и тогда есть возможность у вас остановить повторение кармы родителей, кармы ваших предков, и начать свою жизнь осознанную. Построить ее так, как вы ее хотите, как вы ее можете, как вы ее должны построить, а не так, как вам получилось по будущему неосознанным. И вот в этом и есть основной ключ того, как можно стать осознанным и управлять своей жизнью. И если же вы живете неосознанно или жили до этого, но сейчас надеюсь, что с этого момента вы уже осознаны, то есть вы уже понимаете, о чем все, вы уже стали осознанным, и у вас уже есть прекрасная возможность. Друзья, кто онлайн, пожалуйста, поделитесь этим видео, вы считаете, он может быть полезным. Мы говорим здесь, я напоминаю, о семейных отношениях и вопросе того, как можно определить свое будущее. Как узнать свое будущее прямо сегодня, не имея волшебных инструментов, предсказателя, астролога, а просто оценивая жизнь своих предков, своих родителей ближайших, своих бабушки и дедушки. Окей? И, как мы и сказали, сценарий повторяется, тот сценарий, который был у наших родителей, у наших предков, он, как правило, повторяется, друзья, на основании тех опыта, которые я имею со своими клиентами, друзьями, близкими, знакомыми, сценарий повторяется идентично, плюс наша карма, есть какие-то особенности, но вот типа такого, у нас в семье после 30 все женщины разводятся. Так и будет. У нас мужики после 40 запивают. Так и будет. Если было до этого, то будет так и дальше. Ничего не поменяется, потому что мы притягиваем те же события, тех же людей, повторяем те же самые уроки, потому что мы неосознанно живем. Окей? Поэтому смотрим сейчас на свое прошлое, на своих родителей, на своих ближайших родственников, ну, прежде всего, родители, бабушка, дедушка, родители в первую очередь. И вот то, как строились отношения между родителями, то, друзья, очень велика, очень велика вероятность того, что вы повторите сценарий ихний так же. И у вас будут такие же задачи, плюс ваша кармическая задача, она отягощающая, либо усложняющая, и вы будете жить точно так же. У вас будут те же проблемы, те же задачи, плюс ваша карма. Окей? И все почему? Потому что мы неосознанные. Если вы хотите остановить, и вам не нравится такое будущее, тогда осознайте, что для этого нужно сделать. Для этого нужно просто вспомнить себя маленьким, если вы уже взрослый, вспомните себя маленьким, и вспомните те ощущения, которые были у вас, когда вы говорили, когда я вырасту, и я так делать не буду, у меня будет по-другому. Это были те первые сигналы, которые посылала во душа душа, уму, чтобы он услышал, что нужно управлять повозкой в другом направлении. Так, как говорит сердце, я так не хочу, у меня будет по-другому. Но если вы этот момент пробежали, и, конечно же, пробежали, потому что вы уже взрослый человек, вот вам нужно вспомнить те первые позывы, которые вы говорили, что я не хочу так делать, и начать, в конце концов, уже это делать сейчас осознанно. Окей? Также еще вам подсказки. Подсказки, как я уже сказал ранее, вспоминают фильм, жизненный фильм ваших родителей, то, как жили вы с вашими родителями, какие были отношения у них. И вот то, что вам не нравилось в отношениях ваших родителей, то вот это то самое, над чем вам нужно работать самому, в первую очередь. Плюс, конечно же, ваша собственная карма, которая немножко видоизменит этот сценарий. Но идея будет та же самая. Это второе. Третье. Вот то, что говорили вам ваши ближайшие родственники, мама, папа, братья, сестры, бабушка, дедушка, вот они говорили вам, ты такой, ты сякой. Вот то, что они говорили вам, ты такой, ты сякой, это вот и качества, над которыми вам нужно начать работать, также в первую очередь. Я называю это минимальный образовательный набор, который мы должны получить, пройдя семейную школу. Школа семейного воспитания, семейного образования. Это тот минимум, с которым мы должны начать, пройдя который, мы должны начать нашу самостоятельную жизнь. И если мы не получили этот минимальный набор, если мы не получили это образование семейное, то нас ждут большие разочарования, большие испытания в дальнейшем нашей жизни. Не так ли? Друзья, задумайтесь, на секундочку, задайте себе вопрос. Какие проблемы сегодня у вас? Не похожи ли ваши проблемы сегодня на проблемы, которые были у ваших родителей, у ваших родственников? Ну, в первую очередь, родители. Наверняка вы найдете очень много похожего. Да, она может иметь свои варианты, но идея будет одна и та же. Если же нет, поздравляю, значит вы развиваетесь. Это здорово. И как только вы начнете осознанно развиваться, понимая, над чем надо работать, а подсказки, я уже сказал, откуда идут, тогда у вас есть шанс жить своей жизнью, не живя на рельсах, не двигаясь по жизни, как в трубе. У вас есть возможность жить своей жизнью и управлять ею так, как вы ей хотите. Друзья, подведем итоги, а итоги следующие. Для того, чтобы жить осознанной жизнью и жить ее так, как ты хочешь, а не унаследовать те негативные традиции своего рода, нужно стать осознанным. И чтобы понять, с чего начать, вспомните свои отношения, своих родителей. Вспомните то, о чем говорили вам родители, что у вас плохого и что у вас хорошего. Что хорошего, это ваши инструменты. Что они говорили, вам не нравится, это то, на чем нужно работать. И помня о своем предназначении, сочетая это все вместе, у вас есть прекрасная возможность начать свою новую жизнь, управлять своей жизнью, а не плыть по колее, которые подложили вам ваши предыдущие. Друзья, на этом все. Все замечания, ваши замечания, дополнения, справления, добро пожаловать в чат или на наш канал Веда Дом, в Телеграм, канал Веда Дом. И давайте вместе, друзья, расширить знания, давайте делиться тем, что есть у вас, как вы решали свои жизненные ситуации, как вы становились осознанными, делитесь, пожалуйста. Чем больше вы дадите, тем больше вы получите от пространства. Друзья, я всех люблю, обожаю. С вами Рослав Мудрый Воронцов, Академия Семейных Отношений, Веда Дом и Тренинг Центр Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас. Найди два человека и подели с ним этой информацией, которую ты получил сегодня. Чем больше людей узнает о том, что ты услышал, тем больше и благостней будет наше счастье. Тогда поможет вам Всевышний. Намасте.